Сейчас Ассамблея заслушает заявление его превосходительства Бениамина Нетаньяху, премьер-министра, министра по вопросам здравоохранения и коммуникации государства Израиль. Прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. Для меня большая честь приветствовать его превосходительство, министра иностранных дел, министра по вопросам здравоохранения и вопросам коммуникации государства Израиль, его превосходительство Бениамина Нетаньяху. Предлагаю ему выступить с заявлением перед Ассамблеей. Аплодисменты. Дамы и господа, Приветствую вас от имени народа Иерусалима, город, в котором чаяния и надежды еврейского народа на мир нашли отражение сквозь века. 31 год назад, когда посол Израиля при Организации Объединенных Наций, это был я, я выступал с этой самой трибуны. В тот день я выступал против резолюции, выдвинутой Ираном о том, чтобы изгнать Израиль из ООН. Тогда ООН была враждебно настроена по отношению к Израилю, единственной истинной демократии в регионе. Тогда некоторые отрицали единственное государство для еврейского народа, отрицали ему право среди семи наций. Я с гордостью заявляю о том, и прошу вас оставить свой фанатизм у порога. Более три десятилетия спустя, в качестве премьер-министра Израиля, я вновь имею честь обращаться к вам с этой трибуны. Для меня эта честь всегда сопровождалась более высокой степенью ответственности, связанной с тем, чтобы говорить правду. После того, как я выслушивал мировых лидеров на протяжении трех дней о том, как они высоко оценивают ядерную сделку с Ираном, я хочу начать свое выступление со слов. Дамы и господа, прошу вас оставить свой энтузиазм у порога. По сути, эта сделка не делает мир более вероятным. Она разжигает агрессию Ирана при помощи миллионов долларов и отмены санкций. Наоборот, она делает более вероятной войну. Посмотрите на то, что сделал Иран последние полгода. С момента объявления рамочного соглашения в Лазанне, Иран активизировал свою поддержку в виде оружия Сирии. Иран направил большее количество военнослужащих в свою революционную гвардию в Сирию. Иран направил тысячи афганских, пакистанских, шиитских воевиков в Сирию. Иран сделал все это для того, чтобы поддержать жестокий режим Асада. Кроме того, Иран направил тонны боеприпасов и оружия, хоть хитом повстанцам. Буквально несколько дней назад была еще одна поставка. Иран поддерживал Орданию. Кроме того, поддерживал Хизбалу. В Ливан 22 боеголовки были направлены. И целый корабль с боеприпасами, чтобы потоплять наше судно. Иран направил ракеты класса «Земля-Земля» в Хизбалле с тем, чтобы она могла поражать любую цель в Израиле. Иран поддерживал Хамас и исламский джихад в сооружении беспилотных летательных аппаратов в Газе. Кроме того, были совершены два теракта. Были направлены генералы революционной гвардии на Голланы, откуда недавно были запущены ракеты против северной части Израиля. Израиль и впредь будет решительно реагировать на любые нападения. Израиль будет и впредь действовать с тем, чтобы предотвращать передачу оружия Хизбалле от и с сирийской территории. Каждые несколько недель Иран и Хизбалла создают новые террористические ячейки во всех городах мира. Три такие ячейки были недавно обнаружены в Кувейте, Иордании и на Кипре. В мае силы безопасности Кипра провели рейд в квартире принадлежащих Хизбалле в Ларнаке. Там они обнаружили 5 тонн нитрата аммуния. Приблизительно такое же количество нитрата аммуния, которое использовалось, чтобы подорвать федеральное здание в городе Оклахома. Это лишь в одной квартире, в одном городе, в одной стране. Но Иран создает десятки подобных террористических ячейок по всему миру. Дамы и господа, они учреждают эти террористические сети и в нашем полушарии, и в этом полушарии. Повторю, Иран занимается всем этим, всем тем, что я только что описал. Буквально в последние полгода все это было сделано. Когда мы пытались... Когда он пытался убедить весь мир снять санкции, можете себе представить, что сделает Иран после того, как санкции будут сняты? Он будет неконтролируемым. Иран будет преследовать свои жертвы все более активно. После ядерной сделки Иран тратит миллиарды долларов на оружие и спутники. Вы думаете, Иран занимается этим ради мира? Вы думаете, сотни миллиардов долларов и снятие частично санкций превратят этого злостного тигра в котенка? Если вы действительно так думаете, вам необходимо подумать еще раз. В 2013 году президент Раухани начал так называемую наступательную операцию. Два года спустя Иран казнил еще больше политических заключенных, провел эскалацию своей агрессии и быстро распространил террористическую сеть. Говорят, что действия говорят громче слов, но в случае Ирана слова звучат так же громко, как и действия. Просто послушайте заместителя командующего революционной гвардии. Вот что он сказал в феврале, цитирую. Исламская революция не знает географических границ. Он хвастался тем, что Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия, Палестина и Йемен входят в число стран, которые, как он сказал, завоеваны Исламской республикой Иран. Конец цитата. Он использовал слово «завоеваны». Тем из вас, кто считает, что сделка, заключенная в Вене, заставит Иран изменить политику, хочу сказать, послушайте, сказал лидер в Иране через пять дней после принятия сделки. Цитирую. Наша политика в отношении высокомерных Соединенных Штатов не изменится. США, как он заявил, и впредь будут оставаться врагом Ирана. Если дать Мулу больше денег, то будет больше репрессий в Иране и более активная агрессия за пределами Ирана. Как лидер страны, которая каждый день защищается от растущей агрессии Ирана, я хотел бы, чтобы я мог черпать успокоение в том, что данная сделка остановит ядерную программу Ирана. Но я не могу на это надеяться, поскольку это не произойдет. И вот, данная сделка накладывает определенные ограничения на ядерную программу Ирана. И абсолютно верно, ибо международное сообщество признает, что Иран чрезвычайно опасен. Но здесь есть уловка. По этой сделке, если Иран не изменит свое поведение, и, по сути, если он даже станет еще более опасным в ближайшие годы, но самые важные ограничения будут автоматически сняты к 2010 и 2015 годам. Это поставит исламский режим за несколько недель до приобретения целого арсенала ядерных бомб. В этом нет никакого смысла. Если Иран хочет, чтобы к нему относились как к нормальной стране, пусть он ведет себя как нормальное государство. Но эта сделка относится к Ирану как к нормальному государству, даже несмотря на то, что он остается спонсором мирового терроризма и проповедует смерть Израилю, смерть Америки. Действительно ли кто-то верит в то, что если наполнить радикальную теократию наличными и оружием, можно сдержать интерес к агрессии? Действительно ли кто-то считает, что теократичный Иран будет более изменять свое поведение? Это общее правило. Необходимо всем его усвоить. Когда плохое поведение вознаграждается, оно становится лишь хуже. Дамы и господа, я давно говорил о том, что величайшая опасность, нависшая над нашим миром, это сочетание воинствующего Ислама с ядерным оружием. И я глубоко обеспокоен тем, что ядерная сделка с Ираном станет своего рода брачным свидетельством о заключении брака между этим союзом. Я искренне сочувствую тем, кто считает, что данная сделка – оптимальный способ заблокировать путь Ирану к ядерной бомбе. Но самый важный, наименее усвоенный урок заключается в следующем. Благие намерения не предупреждают худших последствий и результатов. Большинство полагает, что данная ядерная сделка с Ираном очень плоха. И что еще больше усложняет ситуацию, так это то, что мы видим, как весь мир празднует заключение данной сделки. И Россия приветствует и ведет деятельность с режимом, который открыто заявляет о своем намерении уничтожить нас. Генерал-майор Саленхи, командующий иранской армией, на прошлой неделе заявил следующее. «Мы уничтожим Израиль». «Мы рады тому, что мы находимся на передовой по выполнению приказа главнокомандующего уничтожить Израиль». Конец цитата. А что касается самого главнокомандующего, Через несколько дней после объявления ядерной сделки он опубликовал свою последнюю книгу. Вот, я ее продемонстрирую. В ней 400 страниц. На них подробно описан его план по уничтожению государства Израиль. В прошлом месяце Каменаил вновь заявил о своем намерении. Перед высочайшим органом Ирана, Ассамблеей экспертов, он опять же говорил об Израиле, где проживает более 6 миллионов евреев. Он обещал, цитирую, «Израиля больше не будет через 25 лет». Конец цитата. 70 лет после убийства 6 миллионов евреев иранские руководители обещают уничтожить мою страну, убить мой народ. И ответом от данной организации, ответом от практически всех представленных здесь правительств было абсолютное молчание, полная тишина, оглушительная тишина. Играет музыка. Может быть, вы не понимаете, почему Израиль не присоединяется к другим и не приветствует эту сделку. Если бы иранские руководители работали над тем, чтобы уничтожить вашу страну, может быть, и вы бы относились к сделке с меньшим энтузиазмом. Если бы пособники Ирана направляли ракеты на ваши города, может быть, вы были бы более сдержанными в своих похвалах. Если бы эта сделка начинала ядерную гонку в ваших странах, соседних с вами, может быть, вы менее охотно праздновали бы данное событие. Но не думайте, что Иран – это опасность, стоящая лишь перед Израилем. Помимо агрессии Ирана на Ближнем Востоке и международного терроризма, Иран также создает межконтинентальные баллистические ракеты с единой целью, чтобы они переносили ядерные боеголовки. Помните о том, что у Ирана уже есть ракеты, которые могут достичь Израиля, то есть межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывает Иран, они предназначены не для нас, а для вас, для Европы, для Америки, для того, чтобы проводить массовое уничтожение в любой момент времени, в любом регионе. Дамы и господа, не просто выступать против чего-то, что поддерживают величайшие державы мира. Поверьте мне, было бы гораздо проще хранить молчание. Но на протяжении всей нашей истории еврейский народ узнал тяжелую цену молчания. И я, как премьер-министр еврейского государства, как человек, который знает историю государства, отказываюсь хранить молчание. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу повторить, дни, когда еврейский народ оставались пассивными перед лицом геноцида и врагов, те дни остались в прошлом. А не бездействовать значит говорить об опасности. Мы это делаем и будем делать. Не бездействовать также значит защищаться от этих опасностей. Мы это делали, делаем и будем делать. Израиль не позволит Ирану вторгнуться, прокрасться или войти в клуб ядерных государств. Я знаю, что предотвратить разработку Ирана ядерного оружия остается официальной политикой Международного сообщества. Но никто не должен ставить под сомнение решимость Израиля защититься от тех, кто стремится нас уничтожить. В каждом поколении был кто-то, кто хотел уничтожить наш народ. В древние времена мы сталкивались с уничтожением от Древней империи, Вавилонской и Римской империи. В средние века мы сталкивались с инквизицией, изгнанием. В современное время мы сталкиваемся с погромами, Холокостом. Но несмотря на это, еврейский народ выжил. И сейчас еще один режим клянется в том, что уничтожит Израиль. Было бы мудро этому режиму поразмыслить над следующим. Я стою сегодня здесь, представляя Израиль. Страна, которой 67 государств. Но народу, у которого практически 4 тысячи лет, в Вавилонской и Римской империи не представлены в этом зале. Как и Рейх не представлен в зале. Эти тогда казавшись непобедимыми империи давно остались в прошлом. Но если Израиль живет, и еврейский народ живет... Возрождение Израиля — это подтверждение несокрушимого духа моего народа. Еврейский народ, многие поколения мечтали о возвращении на родную землю. Даже в самые темные времена, а таких моментов было много. Даже в самые трудные часы мы никогда не отказывались от надежды возродить нашу вечную столицу — Иерусалим. Создание Израиля позволило реализовать эту надежду. Это позволило нам жить в качестве свободного народа на своей древней родине. Это позволило нам принять евреев, пребывающих с четырех сторон света, в поисках убежища от преследования. Они прибыли из растираемой войной Европы, Йемена, Ирака, Марокко, Эфиопии, Советского Союза, из сотен других регионов. И сегодня, по мере роста волны антисемитизма в Европе и в других частях мира, многие евреи направляются в Израиль с тем, чтобы присоединиться к нам в строительство еврейского будущего. Вот с каким посланием я хочу обратиться к руководителям Ирана. Ваш план уничтожить Израиль провалится. Израиль не допустит, чтобы какая-либо сила на земле ставила под угрозу его будущее. Вот мое послание всем представителям стран. Какие бы резолюции ни принимались в этом здании, какие бы решения ни принимались в ваших столицах, Израиль сделает все необходимое для того, чтобы защитить свое государство и свой народ. Уважаемые делегаты, сейчас, когда данная сделка с Ираном была заключена, надеюсь, вы будете действовать более решительно, чем в рамках шести других резолюций Совета Безопасности, которые Иран систематично нарушал и которые постоянно игнорировались. Прошу вас проследить за тем, чтобы инспекторы действительно проводили проверки. Сделайте так, чтобы эти кусающиеся санкции не укусили тех, кто их наложил. Сделайте так, чтобы нарушения Ирана не оказались под персидским ковром. Хочу заверить вас в одном. Израиль будет внимательно следить за всем, что происходит. Сейчас международному сообществу нужно сделать очевидную вещь. Первое. Сделать так, чтобы Иран выполнил свои ядерные обязательства. Необходимо заставить его это сделать. Второе. Необходимо сдерживать региональную агрессию Ирана. Поддержка агрессии Ирана начинается со страданий в Израиле. Третье. Необходимо применять санкции и все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты с тем, чтобы разрушить глобальную террористическую сеть, созданную Ираном. Дамы и господа. Израиль тесно работает с арабскими партнерами для урегулирования наших общих проблем с Ираном, также от ИГИЛ и с другими проблемами. Мы, кроме того, работаем с другими государствами на Ближнем Востоке и со странами в Африке, в Азии и в других регионах. Многие в нашем регионе знают, что и Иран, и ИГИЛ, наши общие враги, когда ваши враги сражаются друг с другом, не нужно укреплять ни одного из них, нужно обоих их ослаблять. Общие опасности сближают Израиль и его арабских соседей. Совместно мы стремимся устранить эти угрозы. И я надеюсь, что мы построим прочные партнерские отношения ради безопасности, ради процветания, ради мира. Но в Израиле мы никогда не забываем об одном. Мы никогда не забываем о том, что самый важный партнер Израиля – это Соединенные Штаты. Они всегда были и остаются нашим главным партнером. Союз Израиля и Соединенных Штатов непоколебим. Президент Обама и я согласны, что нужно сделать все, чтобы оружие не попадало в руки террористов, которых поддерживает Иран. Нужно помешать Ирану дестабилизировать страны на Ближнем Востоке. Израиль глубоко ценит готовность президента Обамы укрепить нашу безопасность, помогать нам сохранить наше военное преимущество, бороться с теми огромными проблемами, которые перед нами стоят. Израиль признателен за то, что эти чувства широко разделяют американский народ, его представители в Конгрессе, и те, кто поддержал сделку, и те, кто выступал против нее. Президент Обама и я заявляли, что наши различия по поводу ядерной сделки – это как споры в семье. Но у нас нет никаких разногласий в том, что касается необходимости совместными усилиями обеспечить наше общее будущее. И это будущее может быть великолепным. Израиль, как никто другой, может реализовать обещания 21 века. Израиль – мировой лидер в науке и технике, в киберпространстве, в программном обеспечении, в сельском хозяйстве, в медицине, в биотехнологиях и во многих других областях, где мы видим революцию благодаря изобретательности, инновациям израильтян. Израиль – это нация нововведений и инноваций. Израильское ноу-хау распространяется по всему миру. Это в ваших компьютерах, микропроцессорах, умных телефонах, когда вы отправляете сообщения по телефону, ведете машину. Когда вы работаете на ферме, занимаетесь орошением ваших культур. Это в ваших университетах, когда вы изучаете работы по экономике, по химии, которые получили Нобелевские премии. Это в ваших лекарствах, которые используются для лечения болезни Паркинсона. Это на ваших тарелках, когда вы едите мини-помидоры, которые были выведены в Израиле. Мы гордимся большими успехами нашей страны за такое короткое время. Мы гордимся тем, что наша маленькая страна вносит такой огромный вклад в прогресс всего мира. И тем не менее, прогресс нашего народа, мечты нашего народа, о которых говорили великие пророки Библии, эти мечты будут полностью реализованы только когда мы добьемся полного мира. Ближний Восток опускается в хаос, и мирные соглашения Израиля с Египтом, с Иорданией – это основа стабильности. Израиль готов делать все для достижения мира с палестинцами также. Израиль хорошо знает цену войны. Я знаю цену войны. Я почти был убит в бою. Я потерял многих своих друзей. Я потерял моего любимого брата, Йони. Те, кто знают цену войны, лучше всех понимают важность мира для нас, для наших детей, для наших внуков. Я готов незамедлительно, незамедлительно возобновить прямые мирные переговоры с палестинским органом власти, без каких-либо предварительных условий. К сожалению, президент Аббас заявил вчера, что он не готов это сделать. Я надеюсь, что он передумает, потому что я по-прежнему привержен концепции двух государств для двух народов, концепции демилитаризованного палестинского государства, которое признает еврейское государство. Мирный процесс был начат более двух десятилетий тому назад. И тем не менее, несмотря на все усилия шести премьер-министров Израиля, Рабина, Переса, Барака Шарона, Амарта и мои усилия, палестинцы все время отказывались положить конец конфликту и заключить окончательный мир с Израилем. И, к сожалению, это отрицание прозвучало еще раз вчера в выступлении президента Аббаса. Как может Израиль заключить мир с палестинскими партнерами, которые отказываются даже сесть за стол переговоров? Израиль надеется, что палестинские органы власти будут выполнять свои обязательства. Палестинцы не должны отказываться от мира. Президент Аббас, я знаю, что это нелегко. Я знаю, что это трудно сделать. Но это наша обязанность перед нашими народами. Мы должны попробовать и попробовать еще раз. Потому что вместе, если мы начнем переговоры и прекратим переговоры о начале переговоров, если мы сядем за стол переговоров, постараемся урегулировать наш конфликт, если мы признаем друг друга, не будем использовать палестинское государство, как еще один шаг к исламской диктатуре на Ближнем Востоке. Если мы согласимся жить в мире с еврейским государством, мы можем добиться замечательных успехов ради наших народов. ООН может помочь продвинуться вперед в деле мира, если ООН поддержит прямые переговоры без каких-либо предварительных условий, переговоры между нашими двумя сторонами. ООН не поможет миру, не поможет приблизиться к миру, если ООН будет пытаться навязать решения или будет поддерживать палестинцев, занимающих позицию отказа. И ООН, ООН, уважаемые делегаты, должна сделать еще одну вещь. ООН должна, наконец, избавиться от постоянного осуждения Израиля. Приведу один абсурдный пример. За четыре года ужасающего насилия в Сирии более четверти миллиона людей погибли. Это более чем в десять раз больше. В десять раз больше, чем число израильтян и палестинцев, вместе взятых, которые погибли за целый век конфликта между нами. И тем не менее, в прошлом году эта Генеральная Ассамблея приняла двадцать резолюций против Израиля и только одну резолюцию об ужасающей бойне в Сирии. вот вам несправедливость, а вот вам диспропорциональность. Двадцать. Пересчитайте их. И только одна против Сирии. Честно говоря, я не удивляюсь этому. Процитирую Йоги Беру, покойного великого бейсболиста и философа. Когда речь идет о ежегодной критике Израиля в ООН, это просто там просто дежавю вновь и вновь. Достаточно. Тридцать один год тому назад я впервые выступал здесь. И сегодня я вновь задаю вопрос, когда, наконец, ООН положит конец своему антиизраильскому фанатизму, когда, наконец, ООН прекратит критику Израиля, прекратит заявлять, что Израиль угрожает миру и начнет помогать Израилю добиваться мира. И тот же вопрос нужно задать руководителям Палестины. Когда вы начнете сотрудничать с Израилем ради мира и примирения, когда вы прекратите критиковать Израиль, подстрекать к ненависти и насилию. Президент Аббас, вот с чего вы могли бы начать. Прекратите лгать о намерениях Израиля в том, что касается храмов. Мы готовы сохранять статус хво в этом плане. То, о чем должен заявлять президент Аббас, это действия исламистов, которые размещают боеприпасы в мечети Алякса, мешают евреям и другим посещать священные места. Вот реальная опасность. За тысячу лет до рождения христианства, за 1500 лет до возникновения ислама, король Давид сделал Иерусалим нашей столицей, и король Соломон построил храм на этой горе. Израиль будет всегда уважать священные монументы всех религий, в регионе, который страдает от насилия, от ужасающей нетерпимости. В регионе, где исламские фанатики хотят уничтожить древние памятники цивилизации, Израиль, маяк терпимости, просвещения, именно Израиль обеспечивает безопасность священных памятников. Потому что, в отличие от держав, которые правили Иерусалимом в прошлом, Израиль уважает свободу вероисповедания всех, евреев, мусульман, христиан, всех. Мы уважаем все священные памятники, и это, дамы и господа, никогда не изменится, потому что Израиль всегда будет придерживаться своих ценностей. Вы можете увидеть эти ценности каждый день, когда парламент Израиля энергично обсуждает все вопросы в своей поиске дня, когда Верховный Судья Израиля в нашем независимом Верховном Суде заседает, когда вы видите, как растет наша христианская община каждый год, в то время как христианские общины повсюду на Ближнем Востоке подвергаются гонениям, когда наши блестящие студенты выступают в наших замечательных университетах, хотя, когда врачи и медсестры Израиля, израильской армии лечат тысячи раненых на полях Сирии и тысячи тех, кто пострадал от стихийных бедствий, от Гаити до Непала. Вот подлинное лицо Израиля, вот подлинные ценности Израиля. И на Ближнем Востоке эти ценности сегодня подвергаются ужасающему наступлению со стороны исламистов, которые заставили тысячи людей бежать из своих домов рядом с Айсисом, с Игелом. Недалеко от Ирана Израиль мужественно и с гордостью защищает свободу и прогресс. Израиль это передовая линия цивилизации в битве с варварством. И вот новая идея для Организации Объединенных Наций. Вместо того, чтобы продолжать постыдную рутину критики Израиля. Присоединитесь к Израилю. Присоединитесь к Израилю в нашей борьбе с фанатиками на нашем пороге. Присоединитесь к Израилю, который стремится превратить появление фанатиков на вашем пороге. Присоединитесь к Израилю, потому что Израиль защищает не только себя более чем когда-либо. Израиль защищает вас. От имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить премьеру-министра государства Израиль за его заявление и хочу попросить представителей протокола...